10 апреля. Забылась мечта идиота. Купил путёвку и вот как дурак стою в Лондоне. Я по-английски научился только молчать. Таких не продавщицы помогают тебе понять, что ты им хочешь сказать. Сервис. Прикупил галстук, туфли модные узкие, старые рваные туфли с песнями выкинул. Приезжали в знаменитую речку Темзу. Вот красотища. У них левостороннее движение. Транспорт едет в сторону, обратную здравому смыслу. А в хохочется. В группе две симпатичные девушки из Саратова. Носом чую. Возможен роман с блондинкой с одной стороны, а с брюнеткой с другой стороны. Потому как у первой выдающийся бюст спереди, у второй то же самое сзади. 12 апреля помчали в знаменитый Тауэр. Это ихняя тюрьма-музей. Единственный минус Тауэра – туфли поджимать стали. Или-то ноги на английских харчах пухнут. К концу дня обхромал, показалось, пол Лондона. Гостиница туфли снял, ноги выше на свободу. Счастливые, как узники Тауэра. Оказалось, на мир смотришь не столько глазами, сколько ногами. Саратовские девчонки пригласили к себе. Чтобы ничто не стесняло, пошел в носках. Выпили. Положил глаз на блондинку, а руку на брюнетку. Но вовремя остановился. Перед экскурсией надо ножки поберечь. 13 апреля. Повезли с утра в национальную галерею. Туфли жмут ноги так, что перекосило лицо. Картины восторга не вызвали. Висят почему-то косо. Скамеек мало. Сесть не на что. Оперся об англичанку и спросил, как пройти в туалет, а на сторону. Вот скрытная нация, а? Сам не в туалет ходит, а другим не дают. Не выдержал, туфли снял. Смотрел на картины в носках. Оказывается, есть неплохие работы. На улице в носках стала взятка. Пришлось надеть проклятые туфли. Пятки не поместились. Если честно, Лондон городок на любителя. Темза грязная, как свинья. Транспорт прет в обратную сторону. Смотришь налево, а давит справа. Не помню, как добрался до гостиницы. Когда ноги выковырил из туфлей. А от счастья чуть не расплакался. Два часа ночи девчонки ломились в номер. Не открыл. Не мог доползти до дверей. А то че старатые девки распущенные, а? 14 апреля. За ночь ноги приняли первоначальную форму. Утром распарил. Ножом поскоблил. Полчаса прыгал со стула. Пока себе в туфли вбил. Как нарочно пешая прогулка по городу. Шел как кавалерист. Из-под которого сперли лошадь. Англичан на улице, как с собак не резано. Дождь, они улыбаются. Город сумасшедший. Саратовский топот на каблуках, как ни в чём не бывало. При этом строить то глазки, то попки. Подумал о сексе. Отчего ногу свело винтом. Еле вполз номер. Разуться не смог. Лежал на полу. Хотя хотел в туалет. Постучали в дверь. Ввалили саратовские ведьмы. В халатах на голое тело. Хохочут, хватаются. Напились. Попросил их вынуть меня из туфлей. Дурочки решили, вот он секс. И да ворвать меня в разные стороны. Наконец, туфли сбрючены вырвали. Грохнулись в койку и заснули, как убитые. Выходит, обеих удовлетворил. 15 апреля все на экскурсии, а я лежу в номере, смотрю на распухшие ноги. Пожалуй, это главная достопримечательность английской столицы. 16 апреля. На носилках внесли в самолет. Вечер были в Питере. Три дня ходил по дому бацо и пел песни. 19 апреля. Вышел на улицу в старых драных туфлях. До чего красив Петербург.